Большая встреча в честном кругу. Конференц-зал завода Ромоданова Сахар принимает главу региона и руководитель сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, входящих в Мордовское агропромышленное объединение. Речь об итогах сезона, прежде всего о том, чего за год добился Сахарный завод. В России был, представляю, институционная программа есть, она реализуется, я посмотрел и по экспорту работаете, даже со странами, которые сейчас тоже неоднозначную позицию занимали. Но они и в 40-х годах прошлого века неоднозначную позицию занимали. Ничего страшного. Надо работать со всеми, правильно? Как именно работает завод, рассказывает его руководитель и начинает Александр Атласов с благодарности свекловодам. Именно они снабжают Ромоданова Сахар сырьем. В ушедшем сезоне предприятие переработало 886 тысяч тонн сахарной свеклы и получило 148 тысяч тонн сахара. Это на 36% больше, чем годом ранее. Все эти показатели, конечно, завод достигнут благодаря в первую очередь здесь сидящим основным нашим сырьякам. Они последние 10 лет уже очень грамотно подходят, выбрали самые лучшие технологии, лучшая техника, очень хорошие специалисты. И в этом году мы получили прекрасное сырье. И это тоже мы, Райс Михайлов, в курсе, республика выращивала и миллион тонн, но таких выходов не было. У нас в этом году выход средний 16,7 единиц. Вообще мы входим в десятку российских заводов из 76. При этом среди поставщиков сырья, которыми являются преимущественно предприятия Мордовского агропромышленного объединения, есть и такие, которым удобнее измерять свою урожайность уже не в центнерах с гектара, а в тоннах. Совсем другой уровень. По некоторым хозяйствам у нас мы достигли почти европейских результатов. Выход сахара с гектара 8 тонн. По некоторым хозяйствам у нас уже есть. В Европе получается 9, 10, 11, мы вот пока 8 тонн. Но есть еще над чем работать. В планах у предприятия дальнейший рост и количественный и качественный. Прежде всего, больше будет сахара, главного продукта для завода и стратегического для страны. Мы планируем переработать зачетный вес по итогам прошлого года, зачетный вес 380 центровый. Планируем переработать 928 тысяч тонн сырья и получить 151 тысячи тонн сахара. Это оптимистический прогноз. Оптимистический, потому что сырьевая служба армаданового сахара взяла уверенный курс на импортозамещение. В семенном фонде предприятий уже 16% гибридов являются результатом работы отечественных селекционеров. С ними агрономам еще нужно научиться работать, потому прогнозы осторожны. Главная часть инвестиционной программы завода ориентирована на экологию. Мы сейчас строим биологическую очистку в точных вод, технологических вод. Все пруды построены, построили туда дорогу с тегурным покрытием, построили туда за счет собственных средств сети, трансформаторы по станции и начали строить уже сам цех, где будет происходить биологическая очистка воды. То есть в прудах вода осознается, тяжелые примеси садятся, и вода заходит в большой цех, в цехе уже конуса, там 12 конусов, каждый идет по 400 кубов, и будут заводиться бактерии, и бактерии будут все забирать, и вода будет чистая. Стоимость проекта по очистке технологической воды – 412 миллионов рублей. Почти треть из этой суммы предприятие уже профинансировало за счет собственных средств. Собственная теплоэлектроцентраль, которая обеспечивает Рамаданово-Сахару энергетическую независимость, тоже развивается, в том числе и в связи с реализуемым проектом по водоочистке. Сейчас мы работаем над ТЭЦ, у нас собственная ТЭЦ, мощность ТЭЦ 185 тонн по пару, сейчас 12 мегаватт генерации. Но мы купили еще одну турбину 12 мегаваттную, мы сейчас его будем пускать в эксплуатацию. У нас будет 24 мегаватт генерации, и мы хотим подразделение ТЭЦ, чтобы оно работало круглый год. Когда оба проекта будут полностью реализованы, появится возможность сделать электроэнергию и водоотведение для жителей близлежащих домов дешевле. Рассказал Александр Атласов и о других реализующихся на предприятии проектах. Хорошо показал себя исправительный центр УФСИН. Сейчас там 47 постояльцев, готовятся места еще для 16. 12 человек после освобождения решили связать свою дальнейшую жизнь с Рамаданово-Сахаром. За прошедший год на предприятии производительность труда выросла на 9%, зарплата на 15%, еще на 10% проднимется в этом году. Целевой показатель 60 тысяч рублей. Я хотел всех поблагодарить за то, каким образом реализуются проекты и поручения руководства страны. Мы, я считаю, очень достойно этот удар принимаем. Ребята у нас воюют, мы им помогаем. Вы, каждый из вас, вносите вклад. Говорили и о вкладе, который делают работники Рамаданово-Сахара и других предприятий, входящих в структуру Мордовского агропромышленного объединения, в поддержку бойцов, выполняющих боевые задачи в зоне СВО. Активистов отметили благодарственными письмами. Павел Степаненко, Евгений Фролкин. Наши новости из Рамаданово.